Добрый вечер. Я включил уже и звук, и изображение должно быть. Если слышно меня, поставьте плюсы. И должна быть на экране презентация, точнее шапка. Так, все нормально, все пишут, что слышно. Отлично. Тогда начинаем. Сегодня мы будем говорить о стратегиях, каких-то факторах ключевых, датах на рынке энергоресурсов. Большей частью по нефти будет, частично о газе поговорим. Все, что мы не успели сказать, вы сможете прочитать уже в понедельник, будет посвященная этому вебинару статья. Точнее, она не посвящена вебинару, она независимо от вебинара будет лежать, но она на эту же тему. Я подозреваю, что мы не успеем все обсудить, потому что тема достаточно широкая. Я немного забегу вперед, скажу, что торговля фьючерсами на нефть, CFD на нефть и даже, наверное, частично газ, это одно из более или менее логичных видов торговли, инструментов, в отличие от того же, допустим, евро. Вот кто сейчас понимает, абсолютно, как сказать, полностью понимает то, что происходит на евро. Сильный рост безудержный, окей, были комментарии Драги, были комментарии Йеллен, но евро растет уже полгода. Понимание, конечно, приходит со временем, мы можем постфактом. Да, волновики все что угодно предупреждали. Пишет Максим, что волновики об этом предупреждали, но посадите двух волновиков в одну комнату, и они выйдут с тремя разными результатами. То есть были другие волновики, которые рисовали третью волну в район 0,99. Четвертый волновик вообще говорил, что будем оставаться в диапазоне. А волновики абсолютно не показатель, у них разные результаты, у разных волновиков разные результаты. Поэтому одни говорили 1,17, другие указывали на 0,99 и, в общем-то, иди. Так вот, нефть – один из немногих инструментов, который является реальным. Владимир, вот за такие вещи банить будут, так что лучше не писать, даже со звездочками. Даже не я, вот Роман может зайти и всех забанить. Нефть является более-менее таким логично понятным с точки зрения движения относительно других инструментов. Понятным инструментом есть даты, есть факторы. Это коммодели, которые торгуются на рынке, у него есть спрос, у него есть предложение. Мы сейчас обсудим основные ключевые факты. А стратегии, которых я вам сейчас дать не смогу, потому что у нас слишком мало времени для того, чтобы прям обсуждать стратегии. Я намекну, какие они бывают, и мы решили эту тему расширять и дальше, потому что, ну, это же круто – разбираться в рынке нефти более или менее. Понимать факторы и торговать тем инструментом, который имеет хотя бы спрос, предложение, а не просто валютный рынок, где евро может уйти на любой уровень. И менее спекулятивен. Вообще все рынки спекулятивны, но, в общем-то, если спрос на нефть превышает предложение, то, что бы вы ни делали, как бы там спекулянты ни торговали, цена на нефть сильно упасть не может. Временно, да, на недолгий какой-то срок, но, в общем-то, спрос и предложение все-таки на этом рынке что-то значат. Итак, и да, я сразу предупрежу, что это будет такой короткий вебинар, он будет посвящен ключевым моментам. Я покажу стратегии, расскажу немножечко о них, но раскрывать мы их не будем. И потихонечку, все лето, я думаю, мы по четвергам сможем посвятить рынку нефти вебинары тематически и разбирать уже готовые стратегии. Ну, вот, скажем, с одной из готовых стратегий я в Риге выступал, это спредовая такая парный трейдинг, да, торговать на спреде между брендом и WTI. Абсолютно такая действующая, работающая стратегия, не я ее придумал, она уже известна много-много лет, даже скажу, на ней очень много трейдеров попадалось, потому что спред одно время расширялся тоже безудержно. Но и, тем не менее, такая стратегия существует, если вы будете изучать хорошенько, понимать, да, насколько это возможно, процессы в логистике, климатический спрос, предложения на европейском рынке и в Мексиканском заливе, то, собственно, можно как-то торговать на разнице бренда и WTI. По крайней мере, она рыночно-нейтральная. То есть, что такое рыночно-нейтральная стратегия, где вы не зависите сильно от движения цены? Вот упадут цены на нефть, наверняка упадут и бренды WTI, да. Грубо говоря, вы застрахованы от падения или роста цен на нефть. Вам важно, чтобы разница в этих двух сортах, расширяющаяся, больше не расширялась, и, допустим, бренд вырос WTI и упал, вы купили WTI и продали бренд, чтобы этот спред вернулся в какие-то разумные пределы. Итак, начинаем. Я Фред, те, кто впервые у нас, посмотрим, сколько у нас человек, 50 почти, те, кто в первый раз у нас на вебинаре, я Фред, трейдер, торгую, управляю портфелями. И, кстати, нефть один из моих любимых инструментов. Я все время смотрю свой стейтмент, да, без этого никак. Как трейдеры вы должны понимать, что стейтмент – это очень важно, это то, что вы делаете, это история вашей торговли, это психология вашей торговли, отраженная в цифрах. Так вот, я постоянно изучаю свой стейтмент, свои ошибки, и понимаю, что больше, чем нефть, мне ни один инструмент не принес за все эти годы. Что я еще делаю? Я все время на рынке, меня больше, чем рынки в жизни интересуют, ну, разве что женщины. Окей, но это другая история, не тема вебинара. Так что трейдер, аналитик, управляющий активами, и уже на рынке, вот, жду скоро будет 20 лет, потому что я пришел на рынок в российский кризис, ну, так совпало, только универ закончил, и вот в 2018 году будет 20 лет, как я так или иначе на рынке. И, наконец, организатор нашего, нет, это риски, организатор нашего вебинара Admiral Markets, вот офис в Лондоне, видите, и офис в Таллине, собственно, их терминалом вы пользуетесь, это трейдер, в нем, собственно, есть инструменты и бренды WTI, и Natural Gas, и со временем эти инструменты будут увеличиваться, их список будет увеличиваться. По всем вопросам пишите по этим вот адресам, по темам вебинаров, хотя вы давно уже не предлагаете нам темы новые, вот я и решил придумать энергоисусы, посвятить разным инструментам от нефти до газа. Сегодня у нас такой вводный вебинар, посвященный всем сразу, посвятить несколько вебинаров, и я хочу не то чтобы научить, показать вам рынок нефти с разных сторон, разные факторы, какие-то терминалы, какие-то публикации, что я читаю, как пользоваться информацией, как влияют те или иные факторы, сильно ли следить за пятничными данными по отбекерам, ключевое количество буровых, или это не важно, следить за запасами, ну и так далее. Это мы будем сегодня обсуждать. И, конечно же, предупреждение о рисках, без них никуда, без него, точнее, предупреждение никуда, CFD и любая маржинальная торговля влечет за собой серьезные риски, вы можете потерять больше, чем имеете на депозите. Но это вы и без меня знали, хотя вот некоторые участники говорят, третий депозит сливают, видимо, не совсем до конца изучили этот вопрос, не будем называть имен. Окей, итак, начнем. Вот я сделал небольшую презентацию, совсем небольшой, я не любитель презентации, как вы поняли, говорю я много и быстро, поэтому две минуты моей речи, наверное, заменят целую огромную презентацию, да и вам читать с экрана, наверное, не так интересно, как слушать. Окей, давайте поговорим о ключевых датах. На рынке, всю жизнь, на рынке нефти, ОПЕК, как организация, нефтяной картель, играла важнейшую роль, и сейчас играет важную роль, но уже не такую важную, как раньше. Секундочку, вы видите, да, вот мою презентацию, я ее включаю. Скажите, что видите, и я открою. Ну, пока шапка видна, контакты видны. Я сейчас переключусь на презентацию, и вы подтвердите, пожалуйста, что вы ее видите. Сейчас загружается. Установить плагин. Я уже тысячу раз львал весь мой компьютер в этих плагинах, и он говорит, что я сейчас открою какой-то файл, DMG файл, проверка томов, завершение. И, наконец, наконец, мы увидим. Пока не видите, я так понимаю, потому что не все молчат. Да, вот сейчас будет открыть. Пошло уже, да? Вот сейчас должны быть ключевые даты. Презентация с названием «Ключевые даты». Вот я открыл и снова переключился. Вот сейчас должно быть этого видно. Шапка «Адмирал Маркетс» и «Ключевые факты». А, у вас еще контакты видны. Еще раз. Еще раз. Вот сейчас. Есть, отлично. Ну, тогда идем дальше. Значит, ОПЕК играл достаточно важную роль. Сейчас роль немножечко не совсем важная, но все же ОПЕК остается единственным, наверное, игроком, как организация, которая может двигать цены. Потому что нет в мире таких обособленных или, так скажем, организованных институтов, которые могли бы как-либо влиять. То есть, есть институты, которые публикуют какие-то ресерчи, исследования, исследования спроса, меняют прогнозы, вот тоже и АЭЙ. Но они всего лишь делают исследования и показывают, как может измениться рынок, как может спрос и предложение измениться в будущем. А ОПЕК своими действиями может уже сам менять этот спрос. Не изучать его, а менять собственноручно. Что они сделали в ноябре? Мы все помним. В ноябре они собрались и снизили кводы. Теперь у ОПЕК нет других инструментов, как квоты. И еще один инструмент ОПЕК – это дисциплина. То есть, так как у них дисциплина хромает, они включают квоты и дальше контролируют, сейчас уже начали контролировать, как эти квоты исполняются. Исполняются эти квоты сейчас прекрасно. Страны, входящие в ОПЕК, уже просто перевыполняют эти квоты. Это, конечно, сейчас плохой фактор, играющий не на руку ОПЕК, потому что, получается, цены не растут от решения ОПЕК. Дисциплина максимальная. Что еще остается делать ОПЕК? Да больше ничего. Они даже не могут поднять дисциплину, чтобы повлиять. То есть, они уже все сделали, перевыполнили весь план. А вот цены продолжают падать. Точнее, они сейчас немножечко развернулись, но в целом можно сказать, что есть нисходящий тракт. Так вот, два раза в год ОПЕК собирается. 25 мая было и 30 ноября принимают решение, как каждая страна, сколько будет качать нефть. Влияние, ну, за счет неожиданности, может быть, это влияние сейчас будет очень сильным. Если ОПЕК сможет хоть как-то удивлять рынок, точнее, я так скажу, они не обязаны удивлять рынок, они как раз обязаны вести вполне понятную политику по, как сказать, убиранию, по удалению излишков нефти с рынка. Конечно, эти излишки все время новые приходят, но вот они обязаны соблюдать по регламенту своему, соблюдать баланс сил на рынке, не давать ценам очень сильно вырасти. Но это сейчас не актуально. Речь идет о 2007-2006, когда цены доходили до 147. И когда цены сильно падают, убирать с рынка излишки нефти, потому что они падают из-за высокого предложения, и балансировать движение цен. То есть их задача, чтобы был какой-то диапазон. Слишком дорого тоже как-то плохо. Хотя любая страна ОПЕК сейчас мечтает о тех временах, любой арабский, ну, не диктатор, любой, у него же королевство в основном, любая арабская страна, будь то председатель правления нефтяной компании или глава государства, просто вспоминает с ностальгией о тех драх, когда нефть была в 2007. Может, она и породила эту сланцевую революцию, да? Вполне возможно. Потому что началась сланцевая революция именно в те годы. Зарождалась она именно тогда, когда цены были очень высокими, и было искушение начать добывать теми способами, которые до этого были невыгодны. Теперь публикуется решение ОПЕК сразу, абсолютно как только ОПЕК заседает и принимает какое-то решение. Блумберг, все новостные порталы показывают решение ОПЕК. Ирина спешит с вопросами, сейчас мы дойдем до этого, от кого зависят цены. Зависит цена от спроса и предложения. Вот абсолютно точно можно сказать, что на рынке нефти цены подвержены, конечно, спекулятивным действиям на рынке фьючерсов, но они всецело подпадают под какой-то диапазон разумный влияние именно спроса и предложения. Конечно, несколько месяцев подряд цены могут двигаться против, допустим, запасов. А запасы – это и есть предложение и спрос. То есть фиксация уровней запаса отражает то, сколько потребили или поставили. Если запасы выросли, значит, или потребили мало, или поставили много. Может такое происходить, вопреки логике. Но в целом, если взять 3, 4, 5 недель, 2 месяца, тенденция, картина на запасах, на рынке нефти, предложения и спроса, все-таки корреляция должна быть уже высокая, положительная с тем, что происходит на ценах и тем, что происходит на рынке. Ну вот возьмем 15-й год, 14-й год. Очень высокий был на рынке профицит. До 2 миллионов доходил на уровень профицитов в день нефти. То есть 2 миллиона баррелей закачивалось больше, чем продавалось. Знаете, цены начали расти еще до того, как этот профицит рассосался. Но происходило это только потому, что крупные государства, такие как Китай и Индия, начали этот профицит закачивать себе в хранилище. То есть, нефти добывалась на 2 миллиона баррелей больше, чем потреблялась, но эта нефть не испарялась. Она уходила в резервуары Китайской народной республики, Индии. Они воспользовались дешевыми ценами на нефть. Это вот уровень там 27, 30, 35, даже 40 начинали они это делать и заполнили свои резервы дешевой нефтью. Так что, поэтому 2 миллиона баррелей в день профицита оставалось достаточно долго, а не потому, что рынок куда-то девал эти уровни. Вот еще Максим задает насчет спроса и предложения, что со 147 упали до 45. Разве соотношение к спросу изменилось? Нет, не изменилось. Тут скорее 147 было немножко, так сказать, воздушной цифрой, да, как я говорю, время от времени бывают такие перекосы, а 147 опирался не столько на спрос, сколько на прогнозы этого спроса. То есть, если этот прогноз не подтверждается, то дальше уже рынок понимает, что нет, нас обманули. Если кто помнит 2006-2007 годы, то чуть ли не каждый месяц на рынок поступали какие-то прогнозы от институтов, что спрос растет, дневное потребление растет. Вот, кстати, новость в РБК, в Госдуме хотят запретить курение в подъездах. Так вот, просто вышла у меня новость здесь. Так вот, каждый день нам говорили о том, что, возможно, рынку не хватит нефти, мировому потреблению, мировой индустрии нефти, возможно, не хватит ресурсов. Я не знаю, что бы случилось, если бы не кризис 2008 года, но вы помните, что нефть упала раньше, чем кризис 2008 года наступил. Со 147 мы стали падать не в момент Лимон Бразерса и ипотечного кризиса, а раньше. Так что рынок уже начал понимать, что это пузырь. Так что будем считать, что все, что выше 125, это был пузырь, и все, что выше 45, ну вот не сейчас, сейчас-то предложение подтянулось, в тот момент, когда оно падало, тоже пузырь. То есть в каких-то объемах, конечно, может колебаться нефть. И да, я упустил, и важен не столько сам фактор спроса, вот уже текущий спрос, сколько его прогноз. Если на рынок поступают постоянно данные о том, что спрос растет, возможно, он вырастет в третьем квартале, в четвертом квартале, в следующем году, то это тоже сильно подталкивает цены. И вообще есть такой аналитик, или даже экономист в России, Андрей, по-моему, Мовчан, у него фамилия, это бывший, это основатель компании, инвестиционной компании «Третий Рим». Ее сейчас нет, но аналитик и экономисты грамотные. И я смотрел его видео, где он рассказывал, что если взять последние взлеты цен на нефть, то они исключительно связаны с прогнозом по спросу. В те периоды, когда начинают говорить, что спрос будет расти чуть ли не из года в год, из квартала в квартал, вот именно тогда нефть делала сильные шаги вверх. Но учтите, что это сейчас может быть не актуально. Сейчас рынком может рулить не столько спрос, сколько предложение. Спрос-то мы уже поняли, да. Иногда человечество ошибается, переоценивает важность нефти, иногда наоборот недооценивает, но сейчас на рынке рулит именно предложение. Важность факторов предложения, вот это очень важно, важность факторов предложения выросла в разы. На фоне стабильной важности факторов спроса, там сильно не изменилось, важность предложения выросла, потому что появилась сланцевая нефть, появились американские нефтедобывающие компании канадские, которые научились бурить нефть не совсем классическими методами, а вот то, что мы называем шельф, ну, в общем, сланцевыми. Итак, идем дальше. Что тут значит делать с ОПЕК, что делать? Пока прогнозов по следующему заседанию ОПЕК у нас нет. Мы не знаем, что они будут делать. Скорее всего, я даже более чем уверен, они продлят опять квоты. Они стали заложниками своих квот, квоты перестали так хорошо работать, их отменять просто уже смешно. Так что я более чем уверен, осенью, в ноябре, ОПЕК при прочих равных, если цены не вернутся в район 55, хотя бы 50, чуть выше, то ОПЕК соберется и скажет, что мы продлеваем сниженные квоты. Да, страны будут сопротивляться, да, у них не так много будет желания добывать меньше, чем раньше, но учтите, что они сами поднимали эту добычу. В момент снижения квоты она была уже настолько высокая, может быть поэтому как раз не работает снижение квот. Я вам показывал графики, у нас был лиминар посвященный этому, может быть даже сейчас где-то найду, да, эти графики. Вот они, вот здесь. Посмотрите, что... Вы видите график на экране? Я вот открыл график, но не знаю, виден ли он или нет. Я постараюсь его сейчас включить. Вот он. Алекс Требер спрашивает, правду говорят, что фьючерс по денежному объему на бирже больше в несколько раз, чем есть... Не в несколько раз, а, наверное, в сотню раз, если не больше, да, во много-много раз, десятки, сотни раз объем торговли на фьючерсах превышает объем физической нефти и потребления физического. Итак, вот график. Вот когда приняли квоты, вот здесь была добыча нефти со стороны ОПЕК. Видите, Total OPEC Production, общий объем добычи ОПЕК. Вот они докачали, вырастили, нарастили добычу до рекордных, исторически рекордных. Это не просто с 2010 года. Исторически ОПЕК так много нефти не добывал никогда. 34 с лишним миллиона баррелей в день. А потом сказали, давайте снизим. Так не удивляйтесь, господа, почему ваши квоты не работают. Не удивляйтесь. Я об этом писал еще летом у нас вебинары. Первые вебинары в Адмирал Маркетс были как раз посвящены нефти. У нас по четвергам обсуждалось нефть. Но мне казалось, что нефть многим интересна, и мы сможем по четвергам говорить о нефти по вторникам по рынку S&P. Но потом по нефти вебинары не стали такими популярными, и мы их убрали, а потом заменили на тематические. Так вот, еще на тех вебинарах, когда мы бурно обсуждали нефть, я вам говорил, всем говорил, что эта ситуация... Рыбок не сможет... Не должен ее вот так вот съесть, эту ситуацию. Как так? Вы наращиваете добычу, а потом нам говорите, что мы ее снизили, да? Ну и так и случилось. Обратите внимание, где сейчас цена. 40, ну уже 44, 42 было с чем-то. Начинали ОПЕК поднимать квоты где-то в районе там тоже 42, довели до 50, и сейчас снова цена там же. Значит, получается, миллион 800 тысяч баррелей в день, это ни о чем. Ирина пишет, что сланцевая нефть это 9% всей нефти. Как от нее зависит больше, чем от ОПЕК? Нет. Давайте так, не брать абсолютной величины. Сланцевая нефть в динамике, в изменении добычи, в перспективах того, что она может сотворить, сделать на рынке, влияет больше, чем то, что может сделать ОПЕК. Возможность у ОПЕК, конечно, широкая, они же могут на все 33 миллиона баррелей сократить, да? Но они же не будут этого делать. Мы же понимаем, что не будет ОПЕК сокращать ну очень-очень сильно. Хотя были такие времена, 2003, 2002, нет, это годы роста. Но вот между ними, между этими годами, даже вот начало 2000-х, помните, 1999 год, нефть стоила 9-10 долларов за баррель, но чуть выше, хорошо, 12. Вот когда Путин приходил к власти, он стал рулить страной при ценах 10 раз ниже, чем она была в 2007 году. Поэтому, когда говорят, что за эти годы очень много сделано, давайте сделаем скидку на то, что нефть в 10 раз выросла, а поступление в страну нефтяных денег выросла. Так что, смотрите, да, ОПЕК когда-то делал большие, сильные изменения в добыче, в квотах, но вот последний раз они еле-еле договорились менять на миллион 200. И все, что они сделали, американцы им поставили. То есть, важна динамика, насколько перспективно, насколько динамично меняется отрасль, что она может сделать. А так, да, Ирина, вы правы, сланцевая нефть пока в своих объемах даже близко к ОПЕК, да, несопоставима. Мне кажется, там 3-4-5 миллионов баррелей в день это сланцевая нефть, это сланцевая в США, да, насколько я понимаю, может чуть больше, чуть меньше, а ОПЕК это 33, так что несопоставимо. Одно и плюс еще важно то, что сланцевая нефть именно в Америке, а это основной импортер был, один из крупных импортеров, так что это просто замена импортера чужой нефти, он заменил своей. 12 миллионов баррелей в день импортировали штаты в 2006-м, сейчас эта цифра в районе 5-6. Все остальное не заменили своей нефтью. А потребление не сильно упало в США, может быть, вообще не упало. Итак, вернемся обратно. Что тут говорить об ОПЕК? Влияние решений ОПЕК прямое, направленность прямая, последние два заседания просто один в один увеличили цены на нефть. Я даже стал удивляться, как так, неужели рынок не понимает всего этого, да, вот так, рынок, да, понял, со временем усек. Удивительно, что рынку потребовалось время, чтобы это понять. Не то, чтобы я сам ровный, но очень многие говорили, что как-то ОПЕК ничего нового не сделал, а цены выросли. Ну, вот теперь рынок понял, что ОПЕК сделал всего лишь то, что до этого не доделал. Но, кто сказал, что решение ОПЕК и дальше будет, то есть дальше не будет влиять направленно, или наоборот, вот прям с этого момента следующее решение ОПЕК уже будет, влиять на цены совсем по-другому. Тут важна неожиданность. Следим за тем, что они ближе к осени будут выдавать на рынок, о чем они будут говорить. У ОПЕК, слава богу, ни один функционер, ни один там председатель, да, глава, там десятки членов, министры нефти разных стран, министры энергетики, каждый из них какие-то интервью дает, каждый из них какие-то прогнозы делает. Так что с осени уже будут на рынок поступать прогнозы. И еще одна интрига очень важна в ОПЕК, следите за ней, это Иран, Иран и Ливия-Нигерия, но это два разных блока. Иран, собственно, отдельно, самостоятельно пытается, ну, не блокировать, сопротивляться тем решениям, которые ОПЕК принимает, а Ливия и Нигерия просто пытаются откусить чуть больше. Иран то же самое делает, только в больших объемах. И еще один фактор появился на рынке, это Катар. Вы знаете, наверное, нижневосточный кризис, да, небольшой, не первый раз Катар в такой кризис попадает, политический, дипломатический, было уже с саудитами у них в 2014 году, и до этого несколько раз были какие-то споры. Так вот, это может повлиять и на решение ОПЕК. То есть, ОПЕК будет еще более слабым после вот этого кризиса, потому что одни страны будут поддерживать, ну, допустим, даже не входящая в ОПЕК Турция, а ее попросили отменить какие-то договора с Катар, они сказали, что даже не пытайтесь, мы не будем делать. Иран, конечно, поддерживает, точнее, Катар поддерживает Иран. То есть, ОПЕК, наверное, еще менее сильная организация, еще более слабая организация, чем была до Ближневосточного кризиса. Ну, кризис пока такой пассивный, но все же учтите, что помимо Ирана, Нигерии и Ливии, еще и появилась еще одна страна, Катар, которая будет, скорее всего, идти против саудитов хотя бы из принципа. Андрей пишет, что увеличивает сланцево иногда по 7-10 выше к неделю. Да, вот вам еще один фактор, Ирина, почему влияние именно сланцев факторов сильнее, потому что именно они наращивают добычу в виде вышек, мы об этом поговорим, это отчет Baker & Hughes, и увеличение вышек уже влияет на добычу, увеличивает добычу. А ОПЕК может только раз в полгода собраться, что-то один раз принять, а потом сидеть полгода ждать, наблюдать за тем, как сказал там Шейх Арабский, мы не намерены поливать ваши сады, потому что как я вижу, он сказал, ваши деревья, плоды на ваших деревьях растут только потому, что мы их поливаем. Он имел ввиду, что мы сокращаем квоту, а вы добываете больше, забираете эту часть рынка. Вот и выучает, что плоды на ваших деревьях растут только потому, что мы сократили квоту, увеличили цену, ну там на сколько, на 5 долларов, на 7, не важно, на сколько-то. И вы начали бурно добывать. Так что Он был прав. Это, по-моему, было зимой, это было, да, после ноябрьского заседания. И я уже тогда начал понимать, что навряд ли в мае будет какое-то новое снижение квот. Точнее, квот это оставят как есть, но уже ОПЕК понимает, что это не вариант снижать квоты, давать американцам лишний бонус, полгода ждать, они увеличивают добычу, снова снижать. Помните вот эти нефтяные волны, 2014-2015 год, саудиты давали скидки своим постоянным партнерам, чтобы они не покупали нефть у американцев, то есть Арампо, саудовская компания нефтяная, просто объявляет, допустим, клиентов с Юго-Восточной Азии, которые покупают у меня нефть по цене, допустим, WTI на бирже или бренд плюс 2 доллара или минус 2 доллара, вы знаете, не все сорта торгуются на бирже, только бренды WTI, остальные сорта торгуются с дисконтом или премией. Так вот, неважно, допустим, 40 доллара биржа, 2 доллара премия, 42 доллара, так она объявила, что даю скидку долларов, теперь премия будет 2 доллара, вычитываем доллары, вот по 41 забирайте у меня нефть. Это происходило потому, что арабы чувствовали, что рынок уходит другим поставщикам, и нужно как-то держать хозяйственные, прямые хозяйственные связи, держать своих клиентов как-то близко к себе, ну и вот, давали скидки. Окей, давайте с ОПЕК закончим, у нас есть очень много других ключевых дат, вот почему я не стал готовить длинную презентацию, я точно знал, что мы не уложимся в эти даты в это время. Так, следующая дата, запасы. Вот тут очень важно, запасы всегда были важны, особенно сейчас, это коммерческие запасы нефти в США, два вида есть запасов, это EIA 17.30, вот сегодня что у нас, четверг, да? Как раз выходило в среду, мне кажется, уже 2 дня прошло, хотя это было вчера, да, это должно было быть вчера, совсем недавно. Так вот, вышли запасы, и до них была, или после них была публикация от ОПЕ, уже ночью. То есть есть два разных института, они такие конкурирующие, так скажем, они публикуют примерно одно и то же, какие-то дают еще и прогнозы. Ну, запасы долго об этом говорить не будем, 17.30, каждую среду, я беру попкорн, сажусь у мониторов своих, наблюдаю за тем, какие выйдут данные, наблюдаю за реакцией рынка. Она, конечно, не всегда прямая, запасы очень часто так обманчиво, рынок воспринимает запасы, это такой повод туда-сюда погонять нефть, поэтому я так и написал в презентации, что влияние может быть очень даже разнонаправленным. Например, снижение запасов еще не значит, что прям нефти мало-мало-мало. Во-первых, вы знаете, всегда сравниваем с прогнозом, не с предыдущими данными, именно с прогнозом. С недавних пор, не знаю, может и раньше было, но мне кажется, на адмираловском календаре раньше прогноз не публиковался, с недавних пор я даже не на брифинге смотрю прогноз запасов, я прямо захожу на календарь адмирала, вот сюда, аналитика, календарь, набираю, к сожалению, они нефть публикуют не в самых важных данных, а важность придают, не в самую высокую, так скажем, ну не важно, открывайте календарь на все данные, фильтр, надеюсь, вы видите экран, и в календаре уже должно быть, да, уже должно быть, в календаре, вот здесь внизу, среда, а, куда исчезло все, секунду, все данные, тьюздэй, а, он прошлый не публикует, он, да, он прошлый, давайте будущее какое-нибудь поставим, следующую неделю, вторник, среда, четверг, сразу несколько дней охватим, обновим, вот тут важно, всегда нажимайте вот этот рефреш, обновляйте, без него он не видит, итак, уэнздэй, вот, среда, ну тут можно и по-русски, среда, не вижу, так, что происходит, а, в этот раз четверг, он тоже в четверг, в этот раз четверг, да, да, прогноза пока нет, вот, но ближе к публикации уже будет, появится здесь прогноз, вот, в прошлый раз было повышение на маленькую величину, и нефть практически не отреагировала, точнее, она выросла ночью, это было из-за API, это было не из-за EIA прогноза, а это было из-за API, ну ладно, об этом позже, так что вот здесь появится обязательно прогноз, до этого он появлялся, просто времени еще много осталось, учтите, что это следующая неделя, это четвертое и шестое июля, поэтому рановато пока публиковать прогнозы, Максим пишет, что приложение прошлые данные показывает, вы про мобильное, да, приложение, я тоже пользуюсь приложением мобильным, вот, Admiral Markets, календарем, вот, скачайте, насчет Android я не знаю, в iOS он есть, а, вот, в iOS, да, в iOS он есть, должно быть и в Android тоже уже, там показывает, значит, хорошо, отлично, я прошлое редко смотрел в мобильном, все время на сайте, а там не показывают, отлично. Итак, вернемся к нашему календарю, запасы очень важны для меня, потому что качели на них, вам качели не понравятся, потому что для направленного трейдера, торгующего направленной стратегией, разнонаправленное, как я тут выделил, движение, и очень сильное движение по равнодзапасах, не очень может понравиться, а вот для опционщика это самое то. Особенно я люблю, когда цены идут вне логики, какое-то происходит сильное движение, такое против тех запасов, против того тренда. Важно, кстати, запасы отслеживать несколько недель, вот просто берете Excel, и эти цифры вводите в свой Excel, и получаете какие-то запасы. Нет, конечно, вы можете в Google набрать график, да, вот давайте просто наберу Oil Inventories AIA, да, вот так, и нажму картинки, вот вам выйдет масса запасов, вот допустим, даже если взять вот эту картинку, ну тут 12, 13, 14, какой-нибудь свежий, вот в инструмент, вы видите, да, экран, в инструментах можно вбить, да, в инструментах можно вбить срок, например, время, ну давайте за неделю, за неделю вышедшие запасы, вот, например, я вижу уже график Market Realist, да, я знаю этот сайт Market Realist, ну тут тоже 15-й год, но неважно, такой же можно найти свежий, видите, кстати, расшифруем, что эти данные означают, что эти цифры означают, немногие понимают, почему так много, да, напишите, надо вам это рассказывать или нет, а у нас времени не так много, но я думаю, вот не каждый понимает, почему 6-7 линий, объясню, у каждой линии свой год, например, 10-й год, серая линия, показывает, что запасы, вот Crude Inventories, в 1000 бат, 320 миллионов, колебались вот в таком диапазоне, в январе они были такие, 10-го, к июну, к лету они выросли, потом стабильно держались, и упали к концу года, в 11-м, они были чуть выше, чем в 10-м, но примерно показывали такую же динамику, причем упали очень сильно к концу 11-го, в 12-м, еще выше оказались запасы, то есть исторически, скорее всего, цена на нефть должна была падать, если бы не арабская весна, кстати, выше, тенденция такая же, но уровень уже запасов, был 380 миллионов на пике, даже 390, 13-й год, еще выше, 14-й, еще выше, и 15-й просто рекорд, с начала года, никогда в начале года запасы не были, 380 миллионов в январе, они были 320, они были 360, и никогда с начала года так бурно не росли запасы в 15-м, помните 15-й год, цена рухнула просто в хлам, весь 15-й год падала, вот они запасы, 440 миллионов доходили, то есть это в разные годы, по месяцам, сезонность, да, кстати, мы о сезонности тоже должны поговорить, и должен пару слов вам сказать о сезонности, это очень важно, собственно, это и есть сезонность, вот она, сезонность, в какие месяцы, видите, какая она стабильная, эта сезонность, если не считать 11-й год, все годы примерно вот такой был график, кстати, до половины, до сентября, может быть, ураганы были, еще что-то, до сентября, тренды просто коррелируют, всегда, всю зиму запасы растут, растут, до мая, пик май-июнь, потом они все лето снижаются, потому что пик потребления приходится на лето, ну и дальше обычно тоже наращиваются, к зиме обратно возвращаются, вот к уровням, которые были зимой, то есть, очень походные, не разнонаправленные, да, казалось бы, какая разница, из года в год они должны себя вести по-разному, а вот нет, тренды одинаковые, так что, сезонность тоже очень важна, Максим пишет, то есть, это графики нескольких лет, наложены, да, это графики нескольких лет, наложены друг на друга, все верно, все верно, абсолютно, дальше, еще одна дата, пятничная, а вот я тут написал, важность средняя, влияние низкое, казалось бы, абсурдно это все, как может быть важность средняя, а вот так и есть, действительно, важность средняя, почему, потому что, среднее и долгосрочно, количество буровых влияет на добычу, у меня тут несколько графиков было, я их уже показывал на одном из вебинаров, сейчас я попытаюсь найти, один из этих графиков, их два даже было, два, два графика, по-моему, вот здесь, по-моему, вот, если не ошибаюсь, US Weekly Oil Recount, да, да, вот он этот график, давайте его на полный экран откроем, вы видите график, напишите, пожалуйста, видите ли вы график, который я только что открыл, вот он, вот так, должно быть видно, немножко нечетко, картинка маленькая была, я ее увеличил, смотрите, значит, слева у нас, US Weekly Oil Recount, слева у нас количество вышек, буровых, в 16-м, вот эта вот линия, вы не обращайте внимания на сирены, я живу на той трассе, которая с аэропорта, в центре, ну, в общем-то, в центре, просто у нас город маленький, и с сегодняшнего дня, Эстония председательствует в Европейском Союзе, и сегодня отсюда понаехало очень много официальных лиц из Европы, по-моему, президент Франции, Дональд Туск, и все, теперь на этой трассе постоянно сирены, ну, жители Москвы, наверное, привыкли, у них постоянно сирены, даже без приезда гостей, у них есть свои, так сказать, привилегированные лица, которые передвигаются с картэшами и сиренами, но вот у нас это в диковинку, я часто даже скажу вам, видел, как президент на своей, немножко паузу сделаю, у нас на автомобиле, естественно, служебном, и не за рулем, проезжал с одной лишь охраной, одна машина была у него, сопровождение, какая-то там, BMW X5, или что-то Audi была, ну, такая средненькая машина, не первой свежести, и все, президент, значит, едет, и одно сопровождение, медленно, тихо, без мигалок, без всяких там сигналов, проблесковых маячков, или как называть, без всего, проехали в свою резиденцию, в Кадриологе президентскую, тихо, спокойно, никто даже не узнал, что это президент, в общем-то, вот так, европейская страна, вот, вот это мне здесь нравится, все тихо, спокойно, кульно, так что, вот если вы слышите звуки сирен, то знайте, что в ближайшие полгода, хотя следующие два месяца я буду вебинары вести уже из Испании, буквально с 8 числа до сентября, до середины сентября, мы центр проведения вебинаров переносим обратно в Испанию. Окей, смотрите, вот здесь, буровые, как они росли, вот как Максим писал, или кто писал, Алекс, по 5-7 вышек в неделю, вот они растут, там было там 500, сколько-то, 50, и сейчас уже 765, по-моему, да, то же самое в 16-м, ну, не важно, что в 16-м, и вот здесь уже добыча, как она растет, вот она, добыча в 17-м году, выросла с 9 до 9,5, вот этот диапазон, синяя, голубая, да, линия, две голубые рамки, диапазон, это четырехлетняя историческая, как сказать, диапазон добычи в США минимум за 4 года и максимум, то есть американцы уже в 17-м году, это, по-моему, недели, да, 19-я, 20-я недели, это график месячной давности, уже достигли своих пятилетних, или четырехлетних, хотя к 17-му году это пятилетний, да, пятилетних максимумов, то есть никогда за последние 5 лет нефть не добывалась вот на уровне выше, чем здесь, да, выше никогда не было, вот на 25-й неделе, да, было выше, посмотрим, что будет дальше, вот сейчас, кстати, уже 22-я, 23-я неделя, даже больше, посмотрим, какие цифры, я найду в следующий раз этот график, так что видите, добыча точно так же, как количество буровых достигло максимум, корреляция есть, растут буровые, растет добыча, но это происходит не день в день, это происходит не прямо вот вышли данные, к сожалению, наверное, но я не разочаровываю, а это нужно понимать, что ничего в этом нет странного, да, это рынок, выходит статистика по вышкам, не обязательно, что прямо через 5 минут рынок отреагировал, увидел высокие цифры и бабах, все улетело вверх, нет, но средне и долгосрочно это влияет, потому что это влияет через добычу, то есть рынок до сих пор считает, что вышки вышками, посмотрим, что будет с добычей, возможно, какое время пройдет, и рынок будет понимать, что нет, вышки это однозначно добыча, кстати, я смотрел корреляцию, корреляция там чуть больше 50%, то есть влияние количества буровых на добычу в цифрах, миллионов барлей в день, оно не прямо стопроцентное, но положительная корреляция, была бы стопроцентной, уже на вышках бы рынок отыгрывал, вот почему, вот почему корреляция, вот те же данные, которые он показывал, там же прямо было написано, что корреляция 50%, чуть выше, окей, теперь макро стати, у нас, к сожалению, времени мало, при том, что я очень быстро говорю, все равно не хватает времени, ну, наверное, хорошо, мы продуктивно используем наше время, не сидим, не копаемся, не медлим, макро статистик, как она влияет, она также влияет, как и на любое другое там сырье, на любые другие, да, комодитис, хорошие данные по макроэкономике влияют положительно на нефть, потому что спрос, допустим, ВВП, если вырастет больше, чем ожидаемые цифры, прогнозные цифры, естественно, нефть может прибавить в цене, ну, пускай не 2 доллара, так 40-50 центов точно прибавит, поэтому тут влияние прямое, потому что рынок понимает, а, хорошие цифры по ВВП, это хороший спрос, это рост экономики, это рабочие силы, это рост промышленности, кстати, вы знаете, какая отрасль, я вам как-нибудь расскажу потом, про, я в Экономис, в Экономис читал эту статью, точнее, я ее не дочитал, вот почему не могу сейчас рассказать, я просто прочитал ключевые моменты, потому что, тоже торгуем нефтяными акциями, нефтяных компаний, не нефтяных, а химических компаний, занимающихся нефтепродуктами, бум сланцевый, бум, вот давайте угадаем, на что повлиял, хотя я уже дал подсказку, сланцевый бум очень сильно повлиял на производство пластика, сейчас в Америке просто, не пузырь, нет, это плохое слово, бум, производство пластика, бум компаний, которые занимаются именно вот нефтехимией, а я видел цифры, я видел прогнозы, просто там такие прогнозы дают, что я думаю, скоро все будет из пластика, если так пойдет, так что сланцы, дешевый сланец, дешевая нефть, дешевые энергоресурсы, породили новые тренды, из-за дешевизны пластика, он стал внедряться в новые отрасли, то есть такие, даже не скажу, дисбалансы, может быть наоборот, балансы в экономике стали появляться, это очень сложно, это не влияет напрямую, вот почему мне все это интересно, я все это изучаю, потому что рынки это не то, что произошло вот сейчас 17-30, рынки это то, что происходит вообще в течение года, рынки это понимание тех трендов, которые происходят, рынки это такой интерес, когда человек говорит, я вот прихожу с работы, включаю компьютер, два-три трейда делаю и ухожу, мне даже как-то обидно за этого человека, потому что, ну да, он пытается обмануть рынок, он пытается потратить на рынок совсем минимум времени, сделать какие-то трейды, это оправданно, если у вас работающая стратегия, если у вас механическая торговая система, и вы только ее мониторите, выставляете, или она не робот, не алгоритмическая, а просто у вас есть принципы какие-то, построения трендовых каких-то стратегий, у вас есть стратегия, вполне даже такая понятная, вполне даже, как сказать, визуализированная, ее можно перевести в цифры, просто это не робот, вы следите, допустим, за MACD, как только он пересекает линию, вы открываете компьютер, получили алерту, нажали кнопки и закрыли, тогда, да, тогда вам не нужно следить за массой информации, для меня рынок это нечто большее, чем механика. Оксана спрашивает, где наши стратегии, я возвращаюсь к этому слайду, если женщина попросила, спросила, значит, как там, нужно, нужно об этом рассказать обязательно, я расписал список основных стратегий, как я сегодня предупредил, не ждите прям стратегий, мы поговорим о них, обсудим, какие они бывают, и потом каждый отдельный вебинар посвятим этим стратегиям. Я вас, кстати, заранее предупрежу, приглашаю 6 июля на вебинар по арбитражным стратегиям, спредовым арбитражным стратегиям, не обязательно по нефти, хотя по нефти в первую очередь мы будем говорить об арбитраже, и потом для клиентов или для просто потенциальных клиентов, будет бесплатный курс, я не знаю, какие там условия будут, ну, например, там зарегистрироваться или открыть реальный счет, или еще что-то, а может вообще никаких не будет, этот курс, я уже второй раз объявляю, не будет его в, где не будет, в бесплатном доступе, он не будет валяться в YouTube, его там точно не будет, поэтому 6 июля приходите на вебинар, там вы узнаете, когда будет курс, мы тогда объявим, сейчас пока не знаем точно, и о чем будет этот курс, вот там именно будут арбитражные стратегии, целых две. Латышам это хороший повод повторить все, что мы в Риге разбирали, вот вижу здесь есть Алвес, например, Шавелис из Латвии, скорее всего, есть несколько человек, еще Сандерс, по-моему, да, был, тут уже не видно, а для них, для тех, кто посетил мой курс в Риге, хороший повод повторить, мы будем разбирать примерно то же самое, а я надеюсь, был очень полезный курс, всем понравилось, 20 человек посетило нас в Риге, мы два дня работали, изучали, так что теперь это возможно, к сожалению, да, вот ты что скажешь, а как так, мы там депозит открыли, что-то для нас не бесплатно было, а теперь бесплатно, ну, в общем-то, я это для вас в том числе сделал, чтобы вы повторили, потому что я чувствовал курс непростой, курс сложный, многие задавали вопросы, я потом получал из Рижского офиса фидбак, да, обратную связь, чтобы там было достаточно напряженно, но это хорошо, мы же не обсуждаем какие-то там, не знаю, психологию человеческих отношений, чтобы можно было об этом долго, спокойно говорить, мы обсуждаем сложные вещи, цифры, статистику, и так, вернемся, какие у нас бывают стратегии, направленные, здесь все просто, вы берете фактор, ждете, допустим, новости, пытаетесь быстро на этой новости пройтись на этом движении, опасная стратегия, да, иногда бывает ложное движение в противоположную сторону, но вот кто торгует, кто знает, сколько чего, где стоп-лоссы ставить, допустим, пять раз будет ложным, шесть раз будет не ложным, в шести случаях вы возьмете сто пунктов, допустим, доллар по WTI, да, на движении, в пяти случаях потеряете 40 центов, все равно же вы в плюсе, пускай у вас статистика вообще никакая, но вы находите фактор, знаете, что этот фактор там с 50-60% вероятностью направленно влияет, то есть, если запасы выйдут между минус 1 и плюс 1 миллион, вы дергаться не будете, если они выйдут против рынка и больше, чем 2-3 миллиона, но это нужно просто тестировать, это все в ваших руках, здесь даже я вам не нужен, здесь вам никто не нужен, вы просто тестируете и смотрите, сколько раз, как вела себя нефть, это очень просто, это как наблюдение бабок на скамейке, вот они сидят на скамейке, сплетни распространяют, и заметили, что когда чайки низко летят, на следующий день, бац, дожди, одна бабка сказала, ну что, Варь, помнишь, чайки в прошлый раз летели, потом дождь пошел, я в магазин не смогла сходить, а я, говорит, за пенсией не смогла, такой был дождь, вот опять чайки летят, давай посмотрим, завтра сможем за пенсией сходить или нет, бац, опять дождь, ну все, вот вам и теханализ, начали бабки думать, что низко летают чайки к дождю, в следующий раз они поделились наблюдениями с другими бабками, с другого двора, ну это те, которые сидят на скамейках и всех называют наркоманами и проститутками, вот я про таких, у них же много времени сидят, семечки грызут, оказалось, что да, те тоже так считают, как только чайки, вот вам и все, народные приметы, так именно создавались народные приметы, так создавался технический анализ, вот и вы, наблюдаете, да, бабки теханализ, наблюдаете за запасами, понимаете, плюс 3 миллиона против рынка, это много, между 1 и минус 1, это так себе, значит, когда плюс 3 и против движения, это вообще огонь, огонь, огонь фактор, все, значит, на этом факторе я буду ловить доллар минимум, вот так, теперь, да, вы ловите этот доллар, всего лишь в половине случаев, во второй половине теряете, зато вы в плюсе, потому что вы ловите доллар, теряете 30-40 центов, образно в цифрах, ловите 2 доллара за 2 часа, теряете 40 центов, там, в ближайшие 5 минут, если так случилось, пускай ложный стоп-лод, все что угодно, главное, натренировать, понаблюдать за всем этим, и понять, как это вообще работает, вот просто тупо потратить полгода на наблюдение, и все, здесь ничего сложного нет, дайте себе полгода, скажите, сегодня я открываю для себя курс, ну, допустим, вас звать там, Василий, курсы Василия по наблюдению за рынком нефти, за запасами, в ближайшие полгода выйдет 25 запасов, 25 раз выйдут запасы, по средам, потому что 52 недели в году, 25 раз за полгода, я возьму статистику за эти 25 недель, и попытаюсь там вбить в Excel, посмотреть, как вообще с ними работать, такая бигдата называется, хотя не бигдата, всего 25, но все же, работа с данными, и через полгода я себе скажу, я закончил эти курсы, я сам их создал, сам себя научил, сам же закончил, у меня за 25 раз было там, 16 раз вот так, 7 раз вот так, 11 раз вот так, и это означает, что скорее всего, да, есть хорошая корреляция, я дальше буду работать с этими данными, именно так, потому что я нашел какую-то корреляцию, какие-то эти самые, идем дальше, направленных стратегий много, очень много разных направленных стратегий, на пробое техническом, на запасах, на фундаментальных данных, на чем угодно, она направлена, я не люблю такие стратегии, это угадайка, арбитражная, вот вам сразу даю простую идею, которую вы и без меня знали, арбитраж бренд, ставлю и тяги, метатрейдеры у Admiral Markets есть и тот, и другой сорт, это целый курс, мы посвятим этому арбитражному виду торговли, как я говорил, вебинару, а потом целый курс, не спешите сейчас сразу поменять, но, по крайней мере, вы можете начать уже следить за ценами бренда и WTI, за этими графиками, как они меняют свои движения, как они ходят одинаково или все-таки не одинаково, и я сейчас показывать не буду, просто вам скажу, метатрейдеры есть инструмент, супер эдишн, или как он, супрем эдишн метатрейдеры, а те, кто не скачал, скачайте, я сейчас так не буду, много времени уйдет, я покажу это 6 числа, вот все обязательно запишите, приходите 6 на вебинар, я покажу, есть инструмент, который просто вам покажет корреляцию, вы вбиваете, ну, наверное, я показывал уже очень давно, осенью, вбиваете, как он называется, correlation trader или correlation matrix, нет, трейдер, correlation trader, да, его легко найти, кстати, на сайте, вбиваете, WTI бренд, часовой или daily, нажимаете, показать корреляцию, он будет 97%, например, вот вам показатель корреляции, его можно, так вот, арбитрирование заключается в этом, следите за брендом и WTI, находите какой-то приемлемый спред, между ними, который был многие годы, месяцы, ищите отклонения от этого спреда и торгует, но учтите, я в Риге уже рассказывал, там очень много подводных камней, парный трейдинг, а это в данном случае парный трейдинг, он несет в себе массу вот таких хитростей, без которых просто вы можете превратить эту торговлю в очередной какой-нибудь, да, угадайку, в очередной какой-нибудь фарш, в общем, кашу какую-то, да, так что вот так, опционные стратегии, ой, тут можно говорить не часами, а сутками, даже месяцев будет мало, чтобы рассказать обо всех опционных стратегиях, я даже не буду начинать, я торгую опционными стратегиями, арбитражными и направленными, call spread, put spread, calendar spread, у меня даже есть своя авторская, к счастью или к сожалению, о ней узнать практически нельзя, мы готовим курс, но не с адмиралом, у меня есть отдельная команда, люди, организаторы, которые делают, вот в Таллине мы уже несколько курсов провели, и следующий профессиональный курс, который не базовый, а именно профессиональный, будет не скоро, но вот к нему мы готовимся, и стоит он достаточно дорого, я не знаю, отдал бы ли я за такие деньги, за то, чтобы меня научили торговать, но, кстати, я сегодня счет вам не показывал, поздравьте меня, у меня уже стабильно выше 140, видно, напишите, если видно у вас на экране, сейчас я посмотрю, видно или нет, да, должно быть видно, стабильно уже держимся выше 140 тысяч, вот сейчас обновлю, репреш делаю, уже и нефть туда-сюда, и индексы сегодня провалились, что только не случилось на руки, счет стабильно, аккуратненько, вот долго было 137-139, недели две, я уже думал, что за волшебный диапазон, и вот мы сегодня пробили, два дня, даже не сегодня, вчера, два дня держимся 140 и выше, посмотрим, моя цель к концу лета 150 показать, очень даже немного, 10 тысяч на 140, это сколько, не дадут мне соврать, 7 процентов, да, да, 7 процентов, до конца лета я хочу всего лишь 7 процентов показать и успокоиться, инвесторов, надеюсь, это обрадует, спасибо, Алекс, если помните, когда мы начинали вебинары, вообще было там что-то 70 с чем-то, а осенью, когда уже начал показывать свой счет стабильно, было 88-90, вот, может какой-нибудь форекс-трейдер скажет, ой, да это немного, я вон прошлый свой счет утроил за месяц, окей, я, наверное, и соглашусь, и нет, очень даже нормальная доходность, если считать именно стабильность, окей, возвращаемся к нашим стратеграммам, опционов стратегий полным-полно, даже у меня их несколько, но я использую одну, мою любимую, на которую я отдал кровь, пот и слезы, и вот почему я этот курс буду продавать достаточно дорого, и нескоро, и в общем-то так. Фьючерсная, ну то, что и направленное, просто у фьючерсных стратегий есть свои хитрости, есть спредовые, например, сентябрьская нефть, октябрьская нефть, вы торгуете между разницами, вот у Адмирала всего лишь ближайший, да, один, Нейрбай, но вот я бы им посоветовал включать сразу несколько фьючерсов, на 2-3 месяца вперед, тогда можно применять эти стратегии, но тем не менее, что-то можно сделать. То есть вы торгуете разницей того, что думают рынки по поводу цены в сентябре и по поводу цены в октябре, например. Цены разные, вот если вы откроете какой-нибудь портал, где видны ключи на разные месяцы, то вы увидите, что между ними есть стати. Кстати, на одном из вебинаров, посвященных нефти, я вам расскажу, как крупные хедж-фонды торгуют на этом эффекте. Знаете, как называют? Нет, деньги, вот Антонина спрашивает, сейчас я просто перебил сам себя, не ввожу ли я деньги. С этого счета нет, потому что как бы есть другие источники, и если выводить, то испортится уже как картинка, track, называют по-английски, statement, как говорят, отчетность испортится. Поэтому пускай растет, в общем-то не нужно. Это клиентский счет, на самом деле, у меня своих больших или маленьких счетов нет. Есть общий счет, где мы торгуем брат, друг, знакомый, его даже сейчас нет, мы его снова формируем, он то появляется, потом люди снимают деньги, а я меньше чем 100 тысячами не могу торговать, стратегия моя не позволяет, я даже не буду. Поэтому время от времени, когда деньги умешаются, мы снова его раздаем, люди снимают деньги, берут прибыль, радуются, и когда снова у меня накапливается поток инвесторов, которые просто просят взять деньги, но я не могу взять 10 тысяч, я не могу взять 5 тысяч, хотя хочется, какая разница, если они в одной куче. Поэтому время от времени я формирую такой пул, из людей, которые меня знают, там, чтобы не было проблем, собираем один общий счет, и вот на нем торгуем. Вот в следующий раз мы это сделаем, наверное, в сентябре, все лето будет собираться этот пул, для знакомых, друзей, близких, тех, кто меня знает, и у кого нет проблем с доверием. Окей, возвращаемся опять. Значит, фьючерсный реликонаправленный, на спредовый, и я вам расскажу, я вот перебил немножко себя, расскажу о том, как крупные хедж-фонды работают на контанго и деквардации. Есть на фьючерсах на нефть и на любые комоды, то есть такое понятие, да вообще на любые фьючерсы, есть такое понятие, как контанго, когда следующий фьючерс стоит дороже ближайшего. Допустим, ноябрьский стоит 52 доллара, октябрьский стоит 50. Это означает, что контанго на рынке нефти, дальние фьючерсы дороже. Это нормальная ситуация. И существует такая ситуация, обратная, деквардация, когда дальние фьючерсы стоят дешевле, то есть рынок настроен, что все-таки рынок, цены будут падать. И вот есть целая технология, к сожалению, не совсем доступная нам, обычным трейдерам, но доступная крупным игрокам, когда они делают арбитраж, абсолютно такой безрисковый, практически безрисковый арбитраж. Вы, наверное, слыхали о нем на танкерах, на реальном рынке нефти. Очень, кстати, интересная вещь, после этих идей, после этих арбитражных стратегий, мне стало в голову приходить, что все-таки есть на рынке арбитраж, что-то можно делать. Да, не с танкерами нефти, против фьючерса, но с фьючерсом одного сорта и другого сорта, с фьючерсом одного месяца и другого месяца. Масса способов. Так что, я об этом обязательно расскажу. Что мне от вас нужно? Следите за вебинарами. Я думаю, на ближайшее время заполним четверги, хотя мы договорились с Эдмираломаркетом. Не каждый четверг делать, тем более сейчас лето, людей будет мало приходить. Но если вы хотите, мы можем делать каждый четверг. Вот я вижу стабильно, 50-60 человек сидит. Очень много, у меня лично очень много интересных тем, которые даже посвящены вот просто рынку сырья. WTI Brand, ГАЗ. Да, окей. Тогда вы сами напишите Адмиралу. Вот смотрите, я вижу ваши плюсы. Отлично. Вы сами напишите Адмиралу, что хотите каждый четверг. Просто Романов Скайп, ну, потому что, если инициатива исходит от меня, получается, что я заинтересован. Да, а мы все-таки хотим ради вас все это делать, ради клиентов. Мы думаем о том, чтобы вам было удобно. Если вы не хотите летом каждый четверг сидеть, то мы не будем делать. Если хотите, то отлично. Поэтому, нет, Роман не видит, потому что он включает вебинар и как бы просто передает мне микрофон. Вот, может он увидеть. Скайп Романа. Вот давайте вот сюда напишите. Вот сюда. Смотрите, я вам покажу, где, 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 где у нас была презентация. Помните, он показывал имейл, вот российский имейл, то есть имейл подразделения Адмирала, который на Россию вещает. О, как же вернуть это? Погодите. А, вот, 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 смотрите, вот напишите сюда. Так и скажите, что на вебинарах Фред как бы намекнул, что можно, масса есть тем интересных по нефти, и как бы, если можно каждый четверг делать, то верните этот формат. Все. что, ну, так сказать, что, в общем-то, как и есть, никого не надо обманывать или о чем-то просить, потому что это зависит от Романа и от Адмирала. Формат мы уже установили. Если Адмирал не против делать чаще, я думаю, они не против. Они это сделали так, потому что, как бы, да, каждый четверг, наверное, накладно, не так много людей будет приходить, и вот сделали реже. Окей. Возвращаем. Нет, мы уже не возвращаемся, у нас времени 44, мы уже говорим больше, чем час. Я вот, что вам скажу. Жду вас 6 числа. Жду вас... Какое число? Подождите, я немножко запутался. Это следующий у нас четверг или нет? Сегодня у нас... Да, это следующий четверг. Жду вас 6 числа в четверг на вебинаре, посвященном парному трейдингу, пэр-трейдинг, арбитражу, арбитражной стратегии, маркет нейтральной стратегии. Может быть, мы его тоже разделим на две части, если не хватит времени, а может, я уложусь. В этот день, в четверг 6-го, я вам расскажу, объявлю дату, когда у нас будет уже курс, уже в ближайшее время, он будет в июле. Курс будет 3 дня, скорее всего, по 2 часа. Да, 20-30. Скорее всего, почти всегда, в это время. Иногда будут изменения, например, если в Риге какое-то реальное мероприятие, то виртуальное мероприятие немножко переносим. ну и все, и весь июль-август мы... А, в скайп-чат, да, тут я слышал, что мне из Адмирала передали... да, записей не будет, записей курса не будет. Иначе просто смысл. Мы это делаем для клиентов Адмирала, а потом люди в Ютубе заходят, все это смотрят, ну и я лично не хочу, чтобы так было, потому что я в это вкладываю душу, делаю ради конкретной аудитории, которую знаю, которую, да, чувствую. Здесь люди, которые уже по полгода, если даже год есть, которые приходят, а не ради левых людей, которые кликнули, еще и коммент какой-то написали. Так, мой скайп-вод. Вы сначала добавиться должны туда, чтобы потом я вас добавил в группу в скайпе. У нас есть группа, но не думайте, что это прям реальная трейдинг-группа, где мы постоянно торгуем, что-то делаем. Во-первых, она только открылась. Ну, точнее, она уже месяц как набирается, но мы ждем, пока там будет хотя бы 20-30 человек, и мы начнем уже общаться, будет живая дискуссия. Там все начинающие, в основном, таких прям махровых трейдеров нет. И цель каждого из них научиться, общаться, спрашивать у меня иногда что-то, потому что, куда мне только не пишут. И с Украины вот есть товарищ, пишет мне в Инстаграм, есть люди, которые в Фейсбуке нашли, есть люди, которые в Скайпе. Вот я решил, пускай будет одно место, куда могут все писать, спрашивать, и там я буду отвечать по мере возможности. Даже можно какие-то закрытые делать для нас уже, в Скайпе, не вебинары, да, да, вебинары в Скайпе же тоже есть возможность групповой делать чат. Так что, вот который, на нем нарисован, человек, который за мониторами сидит, я аватарку вчера буквально поменял, и написано Испания, страна Испания, вот этот. По-моему, из Испании там один всего. добавляетесь, и должна быть нарисована, да, нашли, окей, отлично. Все, всех жду, спасибо вам за почищение, всем хороших профитов, хороших трейдов. Кстати, пока мы говорили, да, спасибо, Алекс, и вам всем здоровья, успехов и профита. Пока мы говорили на вебинаре, S&P развернулся, я буквально, почему опоздал на вебинар, ну, как опоздал, буквально ждал несколько минут, потому что S&P просто показывал адские минимумы, да, на фоне последних трендов сильных, это все-таки сильное падение, чуть не дошли до 2.400, 2.401, по-моему, было. Вот, и там я продал индекс волатильности, на нефти сделал сделки, ну, массу всего. Собрал хорошие премии из дураков, точнее, я начал еще раньше делать, на 2.408, потом на 2.405, мне казалось, что ну вот, ну, давай разворачивайся, такая была тоже направленная стратегия, и вот, наконец-то рынок успокоился, развернулся в моменте, все, думаю, уже можно собирать деньги. Все, всем спасибо, до свидания, я с вами прощаюсь, заходите в скайп, пишите, никогда не стесняйтесь, я все время на рынке, и, кстати, вот летом у нас будет очень много интересного, и так как я переезжаю в Испанию, да, я вам о блоге не рассказал, а я о нем позже расскажу, буквально вчера подключили WordPress, буквально вчера все сделали, а у меня будет, пока не заходите, я не буду говорить, какой у меня сайт, у меня будет уже блог, и я собираюсь вести travel, такие записи из Испании, посещать разные города, рассказывать о них, и он будет travel и trading, наверное, я буду единственным, кто будет вести в таком формате travel и trading блог, так что, я об этом еще объявлю, вот 6-го я точно объявлю, с 1-го числа, завтрашнего числа, после завтра, начинается вот прям уже официальный старт, все уже готово, даже техники прикупил, всякие таймлапсы научился делать, а кто у меня в Инстаграме подключен, кто подключен в Инстаграме знает, вот я дам Инстаграм, вот такой Инстаграм, ну, уже понятно, что есть, наверное, такой сайт, но пока не заходить, он не готов, он просто сырой на нем, ничего нет, он пустой, вот, так что будет много интересного, я рад, что у нас есть вебинары, на самом деле, если бы не было аудитории, которая интересна, я бы ничего этого не сделал, просто мне не доходили бы руки, но так как есть люди, которым это интересно, и мне самому вполне, вполне, вдвойне,